МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть один афоризм великого Ганса Христиана Андерсена. Жизнь каждого человека – это сказка, написанная рукой Бога. А в сказке, как известно, случаются разные, но обязательно должно победить добро. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему должно? Потому что в сравнении со сказкой красивый, но все-таки образ. Трудности и испытания в жизни случаются совсем не сказочные. Но добро остается с теми, кто живет с верой, кто живет с Богом. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Храм во имя Святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге. В памяти верующих еще свежо, как в ноябре 20-го года прежний настоятель ушел в раскол, был запрещен в служении, и как залечивать духовные раны храма был поставлен иерей Владимир Глевинский. Я за ним мигрирую, куда он, туда и я. Он вначале служил в Кирилла Мефодия, но мы там жили рядом. Потом его в Березовский перевели, мы решили продать квартиру, переехать в Березовский. Потом его перевели резко в храм на крови, я поехала в храм на крови. Ну какая там от меня помощь? Там шикарный храм, моя помощь там и не нужна была. Когда я здесь оказалась, в этом храме, мне было прямо вначале плохо, а потом совсем плохо. Вот такой девиз, с которым я живу и умру, когда плохо... Ну это моя мама говорила так, она уже год назад умерла, но ее слова до сих пор в моей памяти живы. Ну когда плохо тебе, иди помогай другим. Ну вот я и решила гуманитарный центр открыть. Денег хватило на вагончик, его и привезли. Вообще у нас в планах поставить здесь большой павильон, чтобы было красиво, светло, чисто, уютно, ну как дома. Прошло ровно два года с того дня, как отец Владимир и матушка Мария Глевинский взяли приход словно подранка на руки и начали каждый по-своему возвращать его к православной жизни, жизни во имя и во славу Божию. Детской одежды много, она классная, есть фирменная, Zara, H&M, вот просто вообще фантастика. В магазинов нет одежды, у нас такая есть. Вот, ну игрушки, смотрите, вон тут у нас даже есть панда, который ждет своего хозяина. Вот, он, кстати, только сегодня приехал сюда. Позвонила в службу милосердия, мне дали телефон Анны Ситниковой. Очень приятная, добрая женщина, спасибо вам большое, что вы пошли на встречу. Назначили встречу с Евгением Шацких, нам разрешили пользоваться контейнером. Сейчас мы в пробку встанем, наверное, здесь. И в церковь я пришла лет в 13. Просто так шла из школы, решила зайти в храм. Постояла в храме, вообще ничего не поняла, ушла. Через какое-то время снова зашла в храм, постояла, ничего не поняла. И так ходила, наверное. Ну, захотелось мне постоять в храме. Самое интересное, что параллельно, где-то на другой улице и в другом храме моя мама точно так же заходила в храм, стояла, ничего не понимала. А потом у нас тоже примерно одинаково созрело желание пойти в воскресную школу. Воскресную школу при Екатеринбургском храме всех святых – первом и самом любимом храме в ее жизни. Директор воскрески Галина Семеновна Ващенко отнеслась к активной, шустрой воспитаннице с материнской мудростью и особым вниманием. Поехали в Тобольск. И там, в Тобольске, тоже я постояла на службе на вечерне, ничего не поняла. А я первый раз в своей жизни причастилась. И вот после причастия я поняла, что я без церкви больше не могу. Я не знаю, что произошло, но такие чувства были смешаны, и слезы, и смех, и все, все в душе. Этот самый момент, я помню, когда мы подходим к чаше, я причастился. Я даже помню, что вкус причастия ни с чем нельзя было сравнить. То есть вот я сразу, как ребенок, задумался, на что этот вкус похож. Отец Владимир рос в Нижнем Тагиле Свердловской области, хотя родился в Новом Афоне. Туда на несколько лет уезжали с Уралы его родители. Ему было примерно семь лет, когда тяжело заболела мама. Врачи от нее отказались. Оставалась только ее вера в Божью помощь. Казанский храм в Нижнем Тагиле стал местом ее спасения, духовного и физического. После выздоровления она привела в храм двух своих сыновей. Со временем в младшем Владимире сердцем почувствовала будущего священника и не ошиблась. Запомнилось то, что как будто ты в раю вот оказался. То есть вот из этой обычной жизни ты переместился. Здесь Господь Бог, а здесь вот алтарь, небесная литургия. После школы по благословению духовника молодой человек пошел в Екатеринбургскую духовную семинарию. Мария же, со свойственной ей активностью, поступила сначала заочно в Свято-Тихоновский православный университет, а через год очно в Уральский государственный педагогический университет получать профессию дефектолога-логопеда. Мне нужен был экскурсовод, чтобы отвезти детей с ограниченными возможностями здоровья на Ганину яму. Но я одна, мне 16 или 17 лет, и что-то я немножко так струсила ехать, везти такую команду детей. Вот, и пошла в семинарию в поисках умного студента. Так получилось, что как раз там я мимо где-то проходил как-то, и меня назначили провести эту экскурсию. Вначале он мне безумно не понравился, думаю, какая-то зануда, выскочка. Все. А потом он понравился, что он тоже не хотел жениться. Вот, и мы с ним были на одной волне. Он помогал мне учить английский, греческий в богословском институте переводить. Нас объединяла, собственно, вот наша православная вера. После венчания последовало рукоположение отца Владимира в священство. В семье появились на свет сын Федор, через три года дочь Евгения. Молодая мама решила оставить Свято-Тихоновский православный университет. Выбор пал в пользу очного образования. Защитилась, открыла свою школу развития, потом еще одну школу развития, потом у меня оказалось четыре школы развития. То есть я составила свою программу, опробировала ее удачно. Надо сказать, не хвастая, что это действительно наука, логопедия и дефектология, что если с детьми начинать заниматься вовремя, в нужные часы, в нужное время, то дети и заговорят вовремя. Собственно, этому я и учила родителей и детей. Потом третий ребенок очень сильно заболел, очень сильно у него была остановка сердца и дыхания. И мы очень долго скитались по больницам, я закрыла все школы развития. Ну, слава Богу, вот это, я почему говорю, что это чудо? Это чудо, потому что вот Господь оставил его в живых. Вот. Ну, и, конечно, о какой школе развития идет речь, если у меня тут свой ребенок. Ну, об этом чуде я рассказываю всем близким, как подтверждение того, что Бог жив, Он с нами. И что чудеса были 2000 лет назад и совершаются до сих пор. Бывает, что вечером нечего есть, раз, звонок, позанимайтесь с ребенком. Позанимаюсь, 300 рублей в кармане, иду, покупаю еду. Нормально. Вот. Ну, и потом, когда Семен мой немножко окреп, встал на ноги, мне предлагают работу в коррекционной школе, и я иду туда работать. Ну, она может набрать и 200 вещей, да, и оставить 200 рублей. Да. Но если человек приходит и говорит, что у нас нет этих денег, и она не может пожертвовать, да ради Бога, мы берите и так, бесплатно. Ну, то есть это не мы даем, это Господь посылает эту одежду, вот. А мы только проводники, наверное, так, между Богом и людьми. Мы очень надеемся когда-нибудь накопить на павильон. И еще эти деньги идут на продуктовые наборы. То есть у нас спонсоров, к сожалению, нет, а подопечные нашего гуманитарного центра есть. Ну, да, то есть вот у нее есть какие-то идеи, которыми она загорается, и я, естественно, иногда и пытаюсь как бы до нее достучаться. Не всегда, может быть, это получается. Записалась в автошколу, а сейчас я просто благодарю Бога. Машина – это мои вторые ноги, руки. Вообще без машины просто не прожить. Это нужно всех детей увезти, привезти, вещи увезти, привезти. И бесконечная машина. Но в целом жизнь показывает, что большинство ее идей, они все-таки к какому-то правильному, к правильной цели, они все-таки идут. Вот у нас была на Пасху, на Радоницу, ярмарка. Рукодельницы и многодетные мамы, малобеспечные, делали поделки, игрушки. И спасибо вам, дорогие прихожане, люди и жертводатели, что вы покупали, участвовали в нашей ярмарке. И вот смотрите, какая красота. На деньги собранные, вот сделан ремонт. Ну, плюс еще, конечно, один добрый человек помог. Вот, и внутри храма, вы сейчас увидите, как там красиво. Я все отцу Владимиру говорю, давай сделаем внизу в трапезный ремонт, потому что, ну, вот, он все боялся. Давай копить деньги на следующий год, а вдруг мы так же с этой коммуналкой застрянем. Вот, ну, Ксения Петербуржская, наверное, вместе с Ильей Пророком, надоела вся эта канитель, и прямо в память Иоанна Пророка храм затопило вообще, весь цоколь, вот досюда воды. Вся эта мебель старая, грязная, все плавало. Наконец-то я поняла, как от нее избавиться, можно выкинуть все это добро. Ну, вот так вот Ксения Блаженная помогла, да, скорее всего. И просто надоело, что мы стоим и не двигаемся. Там у нас есть такая скважина, а оттуда потекла река и сеть, наверное, я уж не знаю, но очень много было воды. Ну, благодаря потопу трапезная наша расширилась, стала красивая, яркая. Так как у нас много детей, то нужно в уме держать очень много информации. То есть каждый день он наполнен событиями. Мы учимся дома, мы встаем рано, и до обеда занимаемся, потом несемся в одну школу, потом в другую, параллельно в машине он еще занимается. То есть русский язык, найти главные члены предложения в машине, найти второстепенные члены предложения, это все происходит в машине. Разбираем предложения. Младшие дети в это время, они тоже сидят в машине, и они слушают аудиосказки. Старший сын Федор, говорит Матушка Мария, в год цитировал Чаковского. Старшая дочь Евгения в свои 15 владеет тремя языками, английским, немецким, китайским. Семена больше привлекают физика, логика, он увлечен шахматами. Пятилетний Евдокий и двухлетнему Ивану есть за кем тянуться. О своем служении Богу и семье матушка Мария рассказывает в собственной группе «Я матушка» ВКонтакте. «Я даю детство». Они в основном играют в игровой форме. Мы постигаем, так сказать, науку. Учимся читать, решать, писать. У нас никого нету. Вот мы фактически двое. То есть нет ни бабушек, ни дедушек, ни каких-то вот еще людей, которые нам бы могли помочь. Ну, вообще у меня все дети помогают. Слава Богу, что Господь дал таких детей. Мы все трудимся на одно, на благо церкви и на славу Богу, во славу Божию. Дай Бог, чтобы они не только завещаем приходили, но и в церкви немножечко задержались и остались. Но это уже не мне решать. Вообще, знаете, пути Господни неисповедимы, как кого Бог приводит в церковь, кого-то через юбку, а кому-то нужно долго, упорно рассказывать о Евангелии, то есть кому-то через кусок хлеба. Ну, если я буду этим проводником, хотя бы 2%. Мой отдых – это помечтать. Я люблю закрыть глаза и чего-нибудь там представить интересного. Хотя я понимаю, что это может не осуществиться, и это просто фантазии, но я люблю фантазировать. Летом я фантазирую, как украсить свой огород. Люблю составлять наборы и украшать, наряжать кого-нибудь из подопечных. Семейную жизнь не нужно идеализировать так, что все в таких вот розовых тонах. Мудрость, что семья – это действительно школа любви. И любовь имеется в виду не эмоции какие-то, а именно наши поступки. То есть каждый день мы должны что-то делать, приготовить пищу, не знаю, сказать доброе слово. То есть вот любовь, она вот именно из таких вот простых вещей и состоит. Кто-то из нас родился под счастливой звездой. Мы до сих пор думаем, кто. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok